В студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Я познакомлю вас с главными событиями этого дня. В Ненецком округе продолжается кампания по доставке детей из отдаленных населенных пунктов и оленеводческих бригад к месту учебы. Все образовательные учреждения региона готовы к новому учебному году. Накануне глава региона лично проинспектировал пятую городскую и искательскую школы, где в это лето были проведены капитальные ремонты. Аллея Славы в поселке Хангурей, новые детские площадки в микрорайоне Молодежный, мини-фонтан и чистый пруд на захребетке. Все это появилось на территории региона благодаря активной работе ТОСов. Век современных технологий необходимо успевать за темпом и новыми направлениями жизни. Уникальный в своем роде проект в Яндекс.Лицей разработал программу двухгодичного обучения школьников. В преддверии начала нового учебного года в рамках рабочего совещания с руководителями образовательных организаций были озвучены основные приоритеты по развитию сферы науки и образования в Ненецком округе. С докладом на тему развития региональной системы образования в контексте современных стратегических ориентиров выступила руководитель профильного департамента Алина Гущина. Так речь шла о реализации на территории региона указов президента Владимира Путина и в частности национальных проектов образования и наука. Основные задачи – формирование достойной и оптимальной образовательной среды, патриотическое воспитание маленьких россиян и доступность образования. В период с 2015 по 2019 год в округе создано более тысячи новых мест для обучающихся. До конца 2019 года мы с вами с надеждой ждем еще по 750 мест. Вместе с тем существует проблема в округе, где имеется опережение потребностей в новых местах в образовательных организациях по отношению к создаваемым. Если в городе Наринмаре, поселке Бугрино, поселке Неменос, они необходимы. И необходимо до конца 2021 года полностью обеспечить детей до трех лет местами в детских садах. Это также позиция у каждого изделия. Кроме того, большую часть доклада Лина Гущина посвятила вопросам развития системы дополнительного образования на территории Заполярья. Вводятся новые механизмы функционирования учреждений дополнительного образования. Это навигатор образовательных программ, пересенфицированное финансирование и переформатирование ресурсов. В 2018 году на базе Центра «Лидер» создан уже наш региональный модельный центр. В 2020 году откроется детский технопарк, как уже было сказано, на базе детских садов. Ежегодно в каждом Кванторе планируется обучать до 800 школьников из всего округа. И привлечь к этим мероприятиям порядка 3,5 тысяч детей. Также в ходе совещания обсудили вопросы подготовки образовательных организаций к началу учебного года, особенности сбалансированного питания детей и подростков и актуальные вопросы кадровой политики в сфере образования. Между тем, все образовательные учреждения региона готовы к новому учебному году. Завершены текущие капитальные ремонты школ. Накануне глава региона Александр Цибульский лично проинспектировал пятую городскую и искательскую школы. Алина Ваучейская продолжит. Первая точка в маршруте проверяющих – пятая городская школа. Здесь этим летом впервые провели капитальный ремонт. В здании 2000 года постройки заменили двери, покрасили стены. Одним словом, обновили все помещения образовательного учреждения. Так, например, в столовой заменили кафельную плитку, отремонтировали и актовый зал. Там установили подвесные потолки. Кроме того, в школе полностью заменили системы электроснабжения и противопожарную сигнализацию. Частично заменена и отремонтирована крыша, и дальше еще планируется эту работу завершить. В принципе, я думаю, на следующий год мы сделаем ремонт именно полов и полностью приведем школу в нормативное состояние. Также планируется сделать еще спортивную площадку и полностью благоустройство территории школы. Проинспектировали и искательскую школу. Здесь, пока ребята отдыхали на каникулах, обновили помещение пищеблока. Столовая в здании 1975 года постройки находилась в плачевном состоянии. Откладывать ремонт было нельзя. Полностью заменили полы, заменили кафель на стенах и на полу в пищеблоке, купили некоторое оборудование новое, так что дети придут в обновленную столовую. Что же касается нового здания искательской школы, его планируют построить в 2022 году. Трехэтажное здание, состоящее из шести блоков, кроме классов, кабинетов и производственных помещений, будет включать в себя современную библиотеку с доступом к сети интернет, актовый зал на 600 мест, тир, а также залы для занятия фитнесом и гимнастикой. Согласно проекту, этапы производства работ не будут мешать учебному процессу. Как только возведут новое сооружение, снесут старый одноэтажный корпус. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается кампания по доставке детей из отдаленных населенных пунктов и оленеводческих бригад к месту учебы. Организацией процесса занимается Ненецкая средняя школа имени Антона Пырерки. За неделю регулярных рейсов на учебу в столицу округа отправится порядка 200 школьников. Для Сергея Безумова долгие перелеты и проживание вдали от семьи уже стали привычными. В Ненецкой школе-интернате он будет учиться уже третий год. Но, как признается Сергей, расставаться с родным домом каждый раз для него тяжело. К учебному году я готовился уже заранее, уже начиная с июня. Я закупил все учебники, как не учебники, а сборники задач по физике, математике. И вот весь июнь готовился, в июле работал и в начале августа тоже начал готовиться. В отличие от Сергея, Оля Терентьева впервые уедет из дома надолго. Заканчивать в старшие классы девушка решила не в родной деревне, а в городе. Мне очень интересно, как здесь я проведу первый учебный год мне дома. И мне просто интересно. Плюсы в том, что я могу здесь больше как-то развиться, чем в деревне. И есть больше возможностей. Пока дети отдыхали, в Ненецкой школе-интернате провели плановый косметический ремонт. А также установили во дворе стилизованный чум. По прибытии первым делом ребят накормили. Теперь им предстоит освоиться в своих уютных комнатах. До начала учебного года время еще есть. Скоро прибудут и одноклассники из других мест. Станет веселее. Ребята у нас приезжают из тундры. Для того, чтобы они могли в естественных для себя условиях чаю попить. Чтобы провести какие-то мероприятия направлены по ненецкой тематике. То есть, чтобы ребята были не оторваны, чувствовали, что все-таки они как дома. Компания по доставке детей из оленеводческих бригад и сел округов Наринмар стартовала 25 августа. Вместо учебы уже доставили 140 школьников. 25-го мы выполнили два рейса. Это мы собрали ребят из поселка Красная, из бригад Ерф и Харп. И 27-го мы ушли по западному направлению работать по Неси, Оме, Шойне. Сегодня мы перевезли ребят из Чижи, Снопы и Вижаса в свои школы. И забрали ребят, которые учатся в школах города. На 31 августа запланированы рейсы в Индигу, Ваучейский, Нельминос и Бугрино. Завершится кампания по доставке детей к местам учебы 2 сентября. В этот день школьный вертолет доставит детей из оленеводческих бригад в Каратайку, Харивер и Усткару. А уже оттуда те, кто учится в школе-интернат, отправятся в Наринмар. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Аллея славы в поселке Хангурей, новые детские площадки в микрорайоне Молодежный, мини-фонтаны, чистый пруд на Захребетке, звенящая гармонь над Сахалином и даже собственный территориальный Дед Мороз в Мирном. Все это появилось на территории региона благодаря активной работе ТОСов, которые сегодня набирают популярность по всей стране. 29 августа председатели и активисты территориальных общественных самоуправлений, бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций города Наринмара и сельских поселений собрались в Кривеческом музее, чтобы подвести итоги реализованных проектов и наметить планы на будущее. С подробностями Любовь Пермякова. Инициатором встречи городских и сельских ТОСов стал ресурсный центр НКО Ненинского округа. Именно эта организация в прошлом году стала победителем конкурса фонда президентских грантов. Поддержку на высшем уровне получил проект ТОСы Арктики. Мы перед собой поставили задачу год назад, когда написали проект ТОСы Арктики, чтобы объединить территориально-общественное самоуправление для помощи, для укрепления, для того, чтобы территориально-общественное самоуправление могли обращаться в определенное место, в такой проект ТОС Арктики, получить консультативную помощь, юридическую, бухгалтерскую помощь бесплатно. Сегодня у ресурсного центра, чтобы поддержать лучшие территориальные инициативы, есть все возможности. В команде единомышленников, которые продвигают идеи ТОСовского движения, юрист, бухгалтер, менеджер по проектам. На средства президентского гранта в прошлом году было закуплено необходимое оборудование для проведения различных мероприятий. Самое главное, у нас в городе Милимаре ТОСы набирают силу, и поэтому мы уже что-то можем делать, конкретные дела. Значит, также ресурсный центр, кроме нашего проекта ТОС Арктики по президентскому гранту, у нас также есть грант муниципалитета, по которому мы сейчас проводим конкурс «Лучшая благоустроенная территория» и также будем проводить лучший ландшафтный дизайн. Также ресурсный центр проводит конкурс проектов для ТОСов, которые не зарегистрированы как юридическое лицо. Напомню, сейчас в городе действует 11 территориальных общественных инициатив. Один из самых активных – «Захребетный». ТОСовцы регулярно участвуют в субботниках, занимаются благоустройством территории. В прошлом году жители этого микрорайона очистили пруд, заложили аллеи, высадили деревья и даже установили мини-фонтан. В лидерах ТОСовцев и микрорайон Сахалин. Его жители активно участвуют не только в благоустройстве своей территории, но и организации досуга. Фирменной фишкой сахалинцев стал ежегодный праздник «Звени гармонь над Сахалином». У нас иногда столько народу приходит, что всякие конкурсы, игры проводим. Сегодня в основном-то гармонисты солистка Сахарова Елена Петровна и гармонист Чупров Владимир Трифонович. И их буэт называется «Мы вместе». Они участники всех наших праздников, играют, веселят. Что же касается сельских поселений, то на селе зарегистрировано более трех ТОСов. И им тоже есть чем похвастаться. В рамках президентского гранта у нас очень хороший был микропроект. Микропроект был ТОСа за Хангурей. Они, значит, организовали аллею памяти. Аллею памяти у них еще... Вот заложили аллею памяти, таблички. Сделали аллею памяти погибшим и воевавшим с поселка Хангурей. Кстати, ресурсный центр не только поддерживает лучшие окружные проекты территориальных самоуправлений, но и занимается обучением его представителей в разных регионах страны. Например, недавно председатель ТОСа «Молодежная» Надежда Соколова вернулась с фестиваля «ТОСы по море». Это большой совместный проект правительства Архангельской области и Национального парка Кинозерский. Вы знаете, ТОСы, оказывается, очень-очень много могут сделать. Они, сплошь, даже деревья, деревни, которые уже погибали, они возрождали с помощью ТОСов. В Бурятии, наоборот, с помощью ТОСов уменьшили в 11 раз случаи пожаров. То есть они настолько обезопасили себя, и вот поэтому действительно загорелось желанием что-то действительно. Они настолько меняют свою ситуацию в микрорайоне, в поселке, в деревнях. Они полностью выстраиваются. Мосты строят сами ТОСы. Это вообще потрясающе просто. Впереди у местных ТОСовцев тоже большие планы на будущее. Новые социальные проекты, которые обсудили с ресурсным центром тут же на круглом столе. Планируется, что лучшие из них будут реализованы в течение ближайших двух лет. Любовь Пермякова, Ленис Шишелов, Телеканал Север. Век современных технологий необходимо успевать за темпом и новыми течениями жизни. Особенно это касается подрастающего поколения, в чьих руках будущее. Уникальный в своем роде проект «Яндекс.Лицей» с этой целью разработал программу двухгодичного обучения школьников. С этого года программа доступна и для юных жителей Ненецкого округа. «Яндекс.Лицей» — это образовательная программа, которая рассчитана на два года обучения. Первый год — изучение основ языка программирования «Питон», второй год — основы промышленного программирования. Мы понимаем, что сейчас у нас практически 20% всех выпускников школ, они в основном идут с профессией, связанной с IT-технологиями, потому что за этим будущее. Тем более, у нас таким главным локомотивом сейчас в том числе в стране является «Яндекс», который запускает очень много интересных проектов, как в области уже беспилотной техники и управления этой беспилотной техникой. Мы понимаем, что за этим будущее, и чтобы ребята наши тоже были в этой струе и нашли себя в жизни». Региональной площадкой для реализации проекта «Яндекс.Лицей» выбран Ненецкий аграрно-экономический техникум. В ходе конкурсного отбора были определены двое кураторов проекта. Педагоги прошли обучение в офисе корпорации «Яндекс.Лицей» и уже ждут своих будущих студентов. «Хочу акцентировать внимание, что мы берем деток, которые не умеют программировать. То есть нам нужны, не нужны дети, которые уже имеют представление. Мы берем даже тех, кто даже ни разу не пробовал своей жизни программировать и даже не знает никаких азов программирования, никаких языков программирования. То есть просто нулевые в плане программирования дети нам тоже нужны. Самое главное для ребенка, чтобы пройти этот отбор, для меня вот таких два параметра – это логическое мышление и большое желание. Огонек в глазах, который говорит о том, что я хочу научиться этим заниматься. Вот такие дети нам нужны. В рамках пилотного для региона набора планируют организовать две группы учащихся по 15 человек. Их участниками могут стать школьники с 8 по 10 классы, а также студенты первого курса организации среднего профессионального образования. Возраст строго ограничен – это 14-16 лет. Для зачисления необходимо до 11 сентября зарегистрироваться на сайте проекта и пройти тестирование. После этого всем претендентам 14 сентября придет письмо с дальнейшей инструкцией. Поэтому на сегодняшний день это самый популярный язык программирования. Многие сервисы, проекты Яндекса как раз таки реализуются с помощью данного языка. В мае у нас было собрание школьников. Мы приглашали, сделали небольшую рекламу. И сегодня, 30 августа, впервые в нашем регионе стартует этот проект по отбору школьников. Но те, кто желает заняться программированием, те, кто интересуется программированием, пожалуйста. Финансовую поддержку проекта на территории Нинецкого округа оказало акционерное общество «Нинецкая нефтяная компания». Напомню, Яндекс.Лицей – это образовательный проект Яндекса по обучению школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Обучение в Яндекс.Лицей бесплатное и не требует специальной подготовки. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Как стать успешным и подняться вверх по карьерной лестнице? Есть ли у молодых людей возможность воплотить свои самые смелые идеи в жизнь? Ответы на эти вопросы активная молодежь округа получила благодаря федеральному проекту «Диалог на равных». В рамках уникального проекта Агентства по делам молодежи известные люди из мира политики, спорта, культуры и бизнеса на своем примере показывают, что можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Накануне в Нинецкой центральной библиотеке имени Печкова состоялась встреча студентов и старшеклассников с уполномоченным по правам человека в Нинецком округе Ларисой Сверидовой. В дружеской обстановке уполномоченный по правам человека в регионе Лариса Сверидова поделилась с молодежью округа своими секретами успеха. Как оказалось, фундамент счастливой семейной и общественной жизни закладывался в детстве. «Мне повезло с детства. И я безумно благодарна, что меня воспитали два важных человека в моей судьбе. Это дедушка и бабушка. И я всегда говорю о том, что вот все, что было, самое лучшее, это закладывает всегда семья. Но при этом мне повезло и с преподавателями. Это и возможность заниматься спортом по-серьезному, да. Это заниматься, возможно, театральной студии. Это заниматься интеллектуальной составляющей. И потом как-то все так пошло, когда ты, наверное, не ждешь от жизни, а просто работаешь всегда над собой. И, наверное, когда-то количество приходит в качество. А еще есть очень важная жизненная установка, когда сегодня делай добро, ты завтра создаешь счастливое будущее». В читальный зал библиотеки имени Печкова пообщаться с одной из самых успешных женщин региона пришли студенты, работающие молодежь округа и активисты Арктической школы «Право». «Пришла я, потому что мне очень нравится, как работает Лариса Викторовна. Она нам помогала очень много, с ребятами из колледжа общается. И поэтому пришли узнать немного о ее работе, о ее кому-то личном жизненном опыте. И надеемся, что какой-то тоже для себя ответ, как на какие-то вопросы найдем». «Я хочу узнать больше про Ларису Викторовну, задать ей пару вопросов своих личных и послушать лекции у нее». «А для чего это тебе нужно?» «Саморазвитие». Напомню, федеральный проект Агентства по делам молодежи «Диалог на равных» стартовал в 2017 году. За период реализации было проведено более 700 встреч с более чем 400 уникальными экспертами. Проект реализуется в 80 субъектах в Российской Федерации. В 2019 году планируется провести 7 тысяч встреч в 85 регионах страны. Живое общение охватит более полутора миллионов человек. Онлайн-аудитория составит более 9 миллионов зрителей. Любовь Пермякова, Алинец Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.